Клёво всем друзья! Я сегодня приехал с маховой поплавочной удочкой попробовать половить зимнего карася. Приехал на один из каналов Краснодарского края в район Садок. Поклёвывает карась, говорят. Были на прошлой неделе мы половили. Видео будет в ссылке, можете зайти посмотреть. Ловил я на фидер, довольно неплохо половили. Правда задал его пеленгации, не давал хорошо ловить. Ну ничего, рыбку поймали. Но для начала надо подготовить место ловли. Прибрать мусор, любезно предоставленный нам другими рыбаками, чтобы было комфортно и приятно сидеть. Ну что ребята, погнали друзья! На прошлой неделе я вывез отсюда в огромный пакет мусора. И вот новая порция. Не понимаю я рыбаков. Их устраивает это говнище, в котором они сидят, ловят. Ребята, пакетик этот только возле меня. Возле меня. Вот такая красавица поплавочная удочка, 6-ти метровка. Такая вот мягенькая, как раз для некрупной рыбы и легких весов поплавок. Так, с какого монтажа начать пробовать рыбалку? Если честно, не знаю какие сейчас тут условия. Есть тяга или нету? Если есть тяга это одно, если нету это другое. Друзья, начну с вот такого. Такой монтаж полтора граммовый. И наверное вот с него я и начну. А дальше все по обстоятельствам. Если не будет его тянуть, то буду ловить им. Если вдруг будет тянуть, переставлю на более мощный, более тяжелый поплавок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Саня, а у меня вот такая тычка, смотри, есть. Дать тебе такую? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как всегда, ребят, начну с прикормки. Буду кормить двумя пачками. Одна эта у меня взял пачку мидии серия карп, а вторая чёрный лещ. Вот такая мидия и чёрный лещ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, какой забах. Карповая серия довольно крупная. Несмотря на то, что зима, решил всё-таки её взять, попробовать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И сюда пачку. Чёрный. В итоге прикормка будет тёмная. Видно, разница двух цветов. Замещаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Водички. Так как ловить буду на поплывок, прикормку буду изначально делать очень тяжёлую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На улице плюс два градуса всего. Довольно холодно. Прикормка будет долго настаиваться. Поэтому воды можно изначально чуть больше, чтобы она сразу начала лепиться. Минут через 15-20 она возьмёт тут своё. И дальше уже посмотрим, если надо ещё добавить водички. Вот она лепится. Но она при этом ещё сухая. Всё, пусть стоит, настаивается. Ловить планирую со дна. Поэтому мне нужно подпаски положить на дно. Но для этого нужно мне найти, отбить правильно глубину. Я делаю это очень просто. Кажется, для начала это будет тяжело. На самом деле очень просто. Можно перейти по ссылке, посмотреть, как я это делаю вживую, показываю в аквариуме. Также ссылку оставлю в описании. Это очень всё просто. Один раз попробовать, получится и будет очень легко. Само первое, что делаю, просто забрасываю. И смотрю, как из воды у меня торчит поплывок. В момент, когда крючок находится на дном, поплывок из воды у меня торчит вот так. Теперь мне нужно сделать так, чтобы поплывок тонул. Для этого на крючок я подсаживаю груз, который бы полностью топил поплывок. Я использую обычно самые простые, недорогие груза. Беру самого большого размера. Они, как правило, мягкие. Вот такой грузик. 1,6 грамма. Просто вставляю, зажимаю. Всё. Он зажат, легко работать. И забрасываю. Поплывок утонул. И начинаю добавлять глубину. Пока этот груз не коснётся дна и поплывок не вылезет. Удочкой достаю до свала. Здесь находится свал. Удочка у меня 6 метров. Получается, я закидываю максимум, он тонет. Чуть потаскиваю, он торчит. Добавлю чуть-чуть глубины. Чтобы в самом месте, где я достаю, он всё равно торчал. Всё. Нашёл. Нашёл, ребят, глубину. При которой грузило. Вот так вот стоит на дне. Подпаски находятся на дно. Поплывок выглядывает ровно на то же расстояние. Как если бы поплывок, крючок был на дном. Самое интересное, почти совпало с предыдущей меткой, как я ловил на удочку. Теперь маркером я отбиваю так же. Вот эту точку. Чтобы в любой момент к ней мог вернуться. Добавляю длину поводка. Он у меня 10 сантиметров плюс петелька. В итоге 11. Снимаю груз. И проверяю главное. Тянет или нет. Тяга есть в канале или нет. Потому что если есть тяга, то полтора граммовым поплывком и ловить не смогу. Все отлично. Не тянет. Поплывок не затягивает. Стоит на месте. Отлично. Все отбил. Удочка к рыбалке готова. Прикормка готова. Делаю заброс. Все. И начинаю закорм. Кормить воду шарами. Добавил чуть-чуть кормового мотыля. Буквально со спичечный коробок по объему. Такие шарики. И трубой. Прикормка тяжелая. Насмакать будет долго. Пахнет приятно. Кинул две трети при кормке. Оставил на подкорм. Ну что, закормил. Здесь есть тарань, латва, красноперка, карась. Поэтому ждать времени, когда стопроцентно подает карась, я не буду. Начну сразу ловить. Один красный опарыш. Первый заброс делал, Саша. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Есть. Первая рыбка. Окунь. Зебр. Ребят, первая поклевка, первая рыбка. Полосатый разбойник. Ну вот. Хышника поймал. Хышника, да. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. А вот и карасик. А вот и карасик, ребята. Есть. Первый красавец. Кто? Ты? Вот. Первый карасик. Зимний. На поплавок. Ну, а еще один красавец. Есть карасик поклевывает. Отлично. Это отлично. Некрупный. Ну, как раз. В это время здесь это самый ходовой карась. Отлично. Отлично. Мне все нравится, ребята. Это conteúdo. win. И здесь. Вот. Махаистик. 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 Продолжение следует... 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 Первый раз в жизни одеваю на крючок нереиса Что-то есть нереиса, ребята... Карасик... Сань, нереиса карасика... Зачем? Вот первая рыбка нереиса... Есть карасик... Клюет... О, смотрите... Леска на морде намотана... Ребята, делаю перчатки... Зимние... Руки конкретно замерзли... В Краснодаре... В Краснодаре... Идет снег с дождем... Сейчас из дома звонили Сане... Поэтому неудивительно, что такой дубняк... В общем, вот так, ребята... У нас зима... Идет снег с дождем в городе... Мы свалили из города... И ловим на удочку карася... Я на удочку, Саня, на фидер... Класс... Поменял... Монтаж... На более тяжелый поплывок... Посмотрю, как будет реакция рыбы... Неудобно конфи... Ветер сильно боковой тянет... Легкий поплывочек... Посмотрим... Поплевки очень слабые... Посмотрю... Как будет... Будет-не будет... Поплывок довольно мощный поставил... Но... А вдруг... У меня естьIN 누�равля! Наверное, мы с литой каменные и чудом-суультовой тяг 행복atl belts... У нас были поздравляющие мысля凩 99 с высокой авиазадки... У нас была в футболе... У нас были первые в мастер-гашины... У нас былик... Субтитры сделал DimaTorzok Сазан еще один, Саня, поменьше Ой, ребятки, смотрите, сазанище Ты нормальный, Сазан, что мне в этом году только вот такие клюют Что красиво, наутоплю Иди сюда Ой, какой карасик, отлично Отлично, 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 отлично Вылез, вылез с моря только с океана, наверх поднялся Ну, ребятки, отлично половили, кайфанули Практически ведро карася на одну маховую удочку Зимой это класс, ребятки По прикормке все сделал правильно С карася собралось просто немерено Он был в огромном количестве Погрелся регулярно Поймал 4 сазанчика маленьких, отпустил Так что все, кайф, зимняя рыбалка Вот, несмотря на то, что всего 2 градуса тепла и холодно Но ради такого улова на одну маховую удочку всегда можно ездить До новых встреч, друзья